Хочу рассказать про свой развивающий коврик. На нем очень много мелких деталей, поэтому будем рассматривать все по порядку. Малышу всегда понятны и приятны простые сюжеты, поэтому на нашем коврике будет домик, солнышко, цветы, машинки и животные. Цветовое восприятие, потому что здесь очень много ярких и контрастных цветов. Затем логическое мышление, ну естественно мелкую и крупную моторику, а также кругозор ребенка и тактильное восприятие, потому что он все это щупает, вот это все трогает, вот это все отклеивает, приклеивает. Ну начнем, пожалуй, с самого интересного для ребенка, это домик. Домик у нас на пубочках, отстегивается сбоку и сверху. Он открывается, и здесь, конечно же, окошко, шторки, раздвигаются, и видно, что за окошком бабочка. В самом доме несколько комнат. Первая это ванна, так как у меня дочка, я взяла в качестве главного героя куколку. Куколка может сходить в ванну, потом она обязательно, когда она заходит в дом, она моет руки и идет в другую комнату. После того, как она вымыла руки, она может сесть на стульчик, она может сесть за стол, она может покушать с чистыми ручками. Потом, когда она покушала, она идет в свою комнату, у нее здесь есть шкаф, что все девочки очень любят делать. Она может раздеться, снять платьишко и положить туда, в шкаф. Ну, сейчас мне неудобно одной рукой снимать платьишко. Вот. А может вообще туда сама спрятаться. Все же дети любят играть в ку-ку. Вот и да. Вот она, наша куколка, да. И тут еще у нас малыш будет учиться расстегивать и застегивать молнию. Это тоже немаловажно для развития мелкой моторики. Дальше мы, после того, как мы разделись, теперь наша кукла пойдет спать. У нее здесь есть такая мягкая, такая удобная кровать. У нее есть во дворе целое хозяйство. Здесь у нас цыплята с петушком и утята. И даже привязан, как это обычно делается, на резиночке. Очень интересно, он так вот, можно за него тянуть. Он может бегать тут везде, травку кушать. Это овечка. Ну, а это маленький импровизированный домик. Это конура для собаки. Вот, пожалуйста, здесь живет наша очень даже породистая. Я расскажу про развивающее небо. Элементы развивающего неба спрятаны в кармане. Карман на небе открывается, на молнии. И здесь мы видим очень много всяких разных штучек, которые понравятся ребенку. Ну, для начала мы будем учить малышам времена суток. Когда у нас вышло солнышко, это естественный день. А когда солнце сменяется месяцем, наступила ночь. Ночь предполагают звезды. Здесь можно посмотреть поближе. Они тоже на липучках. Далее мы можем моделировать погоду. Для моделирования погоды мы будем использовать облака. Сейчас у нас ясная погода. Нет дождя и светит солнце. Но погода переменчива. Грозовые облака принесли с собой дождь. Кстати, наши облака, в них тоже спрятался дождик. А после дождя выглянула радуга. С помощью радуги мы учим цвета. Посмотрите, как интересно. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Рядом с лесом протекает река. И эта наша длинная-длинная река ведет нас к озеру и к дивному саду с красивыми цветами. На развитие цветового восприятия и моторики ребенка. Здесь, кстати, логическое мышление будет хорошо работать. Вот смотрите, цветы на пуговичках. Их можно собирать. Можно предложить ребенку соотнести цвета и пуговички. Например, эта пуговичка блестящая. Для нее есть блестящий цветочек. Здесь поработала логика, а теперь работает моторика. А здесь у нас растет яблонька. И на ней уже появились яблочки. А ствол у нее очень интересный, импровизированный. И тут тоже можно, получается, открывать и закрывать молнию. Ну, да, я задумывала это как карман для того, чтобы спрятать другие детали. А детали у меня по изучению транспорта. Сколько много видов транспорта у нас здесь представлено. Поезд, ракета, корабль, машина, автобус, вертолет и самолет. Ребенок пробует все на ощупь. Различные ткани. Гладкие и мягкие. Ворсистые и грубые. Шерстяные. Таким образом, малыш осваивает технику сенсорного восприятия. Для ребенка очень интересно исследовать разные текстуры. Так вот, цветок, на котором сидит пчелка, выделяется из всего коврика, и его интересно щупать. Цветок находится на самом берегу озера. Здесь есть маленькое озеро. По нему плавает кораблик. Наша девочка может поплавать на лодке под парусом. Вот. И может просто плавить рыбу. Кстати, рыба у нас плещется в волнах. Смотрите. Вот она. Ее можно ловить. Она здесь плавает. И собирать в ведро. Да. Рыбка и здесь тоже спряталась. Оп. Ловим ее. И нельзя упускать из виду правила дорожного движения. Чтобы ребенку было интересно их учить, я придумала наших маленьких главных героев. Маленьких интересных колобков. Они на липучке. И живут рядом с железной дорогой. И рядом с обычной дорогой. И они учатся переходить дорогу. И видят здесь светофор. Здесь можно рассказать. Для чего, как, что делается. Вот. Еще здесь есть пушистый бомбончик. Детки так любят пушистые бомбончики. Он на резиночке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Игорь Негода.